Всем привет! Меня зовут Петров Юрий и в этом видео я вам покажу, как можно быстро настроить автоматическое введение ChangeLog в вашем проекте. Давайте посмотрим, как это делается. Для автоматического управления ChangeLog мы будем использовать библиотеку GitCliff. Это очень мощная библиотека с обширным набором функций. Здесь хорошая документация, с которой я вам рекомендую ознакомиться перед просмотром данного видео. Здесь вы можете, например, пообновлять ваш ChangeLog локально, но нас это особо не интересует. Потому что наша задача сделать так, чтобы когда мы пушим нашу основную ветку на удаленном репозитории на GitHub, у нас бы обновлялся бы ChangeLog. Для этого есть даже здесь отдельный раздел GitHub Actions, с которым вы можете ознакомиться и посмотреть, как здесь все устроено. Давайте перейдем на GitHub и создадим пустой проект, для того, чтобы посмотреть, как это все реализовать. Вызываем создание нового репозитория и давайте я его назову CLog. Вы можете, в принципе, назвать как угодно, это абсолютно без разницы и не влияет на конечный результат. Выбираем Public и создаем наш репозиторий. Репозиторий успешно создался. Теперь нам необходимо настроить его для работы с экшенами. Переходим в Actions Главное И вот здесь нам необходимо выдать разрешение нашим экшенам, для того, чтобы они могли записывать в этот репозиторий. Нажимаем Save Теперь давайте для удобства скопируем этот репозиторий в S-коде и откроем. Мы видим, что он у нас пустой. Давайте здесь создадим какой-либо файл, ну, например, test.txt И запушим. Переходим в репозиторий и давайте проверим. Отлично, файл есть, все хорошо. Теперь нам необходимо добавить инструкции, для того, чтобы экшены включались тогда, когда мы пушим в нашу основную ветку. Для этого давайте создадим папку .github Она должна называться именно вот так вот В этой папке мы создаем папку workflow И в ней уже создаем инструкцию Давайте gen.change.log.yaml Она достаточно большая, эта инструкция, я уже ее подготовил заранее Давайте мы ее просто скопируем, вставим И пробежимся по каждой строчке То есть здесь мы указываем название Здесь мы указываем уже триггер, да, по которому будем запускать этот экшен Здесь мы указываем, что мы будем запускать этот экшен, когда мы пушим в нашу основную ветку main Дальше у нас определяется работа То есть здесь мы указываем, что мы будем запускать на Ubuntu.latus, который поставляет GitHub Если уже у вас, допустим, развернуты свои какие-то виртуальные машины, вы здесь можете указывать свои Дальше мы указываем, какие будут шаги Первый, да, это скачать и установить GitCliff Здесь все очень просто, ну, мы просто скачиваем, распаковываем и перемещаем в папочку BIN Вы же можете, например, сначала скопировать весь проект в виртуальную машину, там скомпилировать и запустить Можно пойти по такому пути Дальше мы с вами создаем новый changelog вот этой вот командой Дальше мы его коммитим и пушим То есть здесь мы видим, да, мы определяем нашего пользователя Добавляем changelog, который мы только что создали в тот проект на виртуальной машине Коммитим его и пушим в наш репозиторий Вот, в принципе, и все Давайте закроем Назовем second commit И теперь давайте перейдем в наш проект Перезапустим его И мы видим, что здесь запустился у нас action Переходим в раздел actions И вот он у нас есть, second commit И здесь, в принципе, написано, да, все, что происходит То есть сначала у нас настройка там job, потом скачивание и установка git-клифа и так далее То есть все, что мы с вами указали в нашей инструкции Здесь мы видим, что все у нас прошло без ошибок Давайте перейдем в наш проект и посмотрим этот файл changelog, который только что создался Вот он у нас создался автоматически, но он у нас пустой Вы спросите, почему пустой? Ведь коммиты есть А все дело в том, что эти коммиты были созданы не по соглашению Есть специальное соглашение, которое определяет, как должны называться коммиты Я очень рекомендую вам следовать этим соглашениям У нас, например, в компании это обязательное требование Но здесь, на самом деле, все очень просто То есть сначала вы должны указать тип коммита Потом указать опциональную область применения этого коммита И описание Ну, например, FED, APP Добавить новую кнопку сброса Что-то такое, да? Не важно То есть обязательно ознакомьтесь Я оставлю ссылки к описанию к этому видео, так что не переживайте Отлично, давайте попробуем создать коммит уже согласно соглашению Здесь вы можете, например, сами писать Вот видите, у меня уже обновился changelog Давайте мы его сразу скачаем Здесь, как я уже говорил, вы можете, например, сами уже писать согласно вот этим соглашениям Но есть еще удобные расширения, которые я использую Называется Commit Message Editor Можете его использовать, а можете нет, это не особо важно Давайте попробуем что-то изменить в нашем проекте Ну, например, здесь пишем test2 Сохраняем Теперь давайте перейдем И попробуем создать наш коммит То есть нажимаем вот на эту кнопочку, да? Вызов этого решения И здесь можно загрузить по какому-нибудь темплейту А можно, например, создать по форме То есть здесь мы указываем, да? Что мы, допустим, что-то сделали В области гитхаба Ну, так и пишем прямо гитхаб И напишем здесь add workflow Добавить workflow Нажимаем save И вот видите, он у нас уже успешно подставился Он не автоматически коммитит, да? А просто добавляет уже в виде описания коммита Нажимаем commit И пушим Теперь давайте опять перейдем в наш репозиторий И посмотрим Обновляем Переходим в actions Вот он у нас запустился Происходит Работа action Давайте посмотрим файл наш changelog.md И вот он у нас уже добавился Вот видите, если коммит Был написан согласно соглашению То все хорошо, он сразу добавился Вот он наш коммит Давайте попробуем добавить еще один Ну, например Как будто бы у нас какой-то фикс Область у нас Ну, например, давайте назовем test TXT Так, здесь Давайте Add ChangeLog Как будто бы Нажимаем save И здесь давайте что-нибудь исправим Вот так вот Коммитим Коммитим Пушим Переходим опять в наш проект Обновляем Ждем, когда отработает action Он достаточно быстро работает Потому что мы не компилируем внутри машины Да, мы скачиваем уже готовый Вот этот вот проект GeekFly Так, actions Все отлично Давайте перейдем в ChangeLog И вот он у нас уже красиво заполнился Все автоматически То есть нам уже делать ничего не надо Ну и напоследок я хотел бы вам показать Как релизиться То есть здесь давайте попробуем создать релиз То есть вот вы создали ваше приложение Все хорошо Вы его релизите То есть создаем новый релиз Нажимаем create a new release Здесь давайте назовем его там Ну, я не знаю 0, 0, 1 такой релиз Здесь нам нужно Создать тег Ну, давайте создадим новый тег Так, здесь давайте Релиз Так, и давайте создаем наш релиз Отлично, релиз создался Теперь давайте переходим в actions И давайте попробуем Что-то закоммитить Так, обновимся Ну, например, давайте здесь Как будто бы мы релизнулись Так, релиз Так, 0 1 Так, здесь добавляем Все, что нам нужно Ну, например Build АПП Давайте 0, 0, 1 Как будто бы мы сделали Что-то там связанное Со сборками Ну, не важно Commit Change Теперь давайте переходим опять В репозиторию и посмотрим Добавляется наш Commit У нас уже был до этого релиз Да? До этого Commit Отлично Давайте попробуем ChangeLog открыть и посмотреть И здесь мы видим Да? То, что у нас автоматически Уже подставился релиз Сюда То есть все произошло И уже дальше все Commit Идут как нерелизный То есть все, что нам В принципе и надо было Да? То есть, соответственно У вас выходит релиз Вы его релизите GitCliff автоматически Это подхватывает И уже добавляет ChangeLog Ну, таким образом Вы можете ввести ChangeLog Уже вообще не думая Да? Как он ведется Как он там сохраняется И так далее И так далее Очень удобная штука А всего лишь вам нужно Придерживаться Соглашения о Commit И использовать И один раз Добавить GitCliff В ваш проект И все Кому понравилось данное видео Ставьте, пожалуйста, лайки Подписывайтесь на канал Ну и всем добра